Здравствуйте! В эфире мобильный репортер Хакасия. Телевизионный проект, который полностью сделан вами, нашими телезрителями. Корреспондентом может стать любой желающий. Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия, забавного случая или просто хотите привлечь внимание к какой-либо проблеме, достаточно взять в руки камеру, мобильный телефон или включить видеорегистратор. Ваш репортаж увидит вся республика. Меня зовут Константин Кравцов. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. ДТП с пассажирским автобусом. В Абакане на перекрестке столкнулись сразу три транспортных средства. Есть пострадавшие. Собака-строитель в Аскизском районе. Дворовый пес пытается соорудить себе будку из кирпичей. Ох уж эти детки. Пробежаться по потолку или принять душ в раковине. Сегодня самые шустрые малыши в нашей рубрике «Дети». 21 ноября в Абакане на перекрестке Хакасская-Жуково столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Нерядовое ДТП стало темой для сюжетов местных новостей. Сам момент столкновения попал в объектив видеорегистратора. На видео заметно, что Нива, поворачивая налево, пропускает два легковых автомобиля, идущих по встречной полосе. Но перед автобусом почему-то решает проскочить. Столкновение стало неизбежным. Удар был такой силы, что Нива отлетела в рядом стоящий Порш Каен. Водитель Нивы был госпитализирован в больницу. Остальные участники ДТП не пострадали. Проезжая часть и пешеходный переход – место повышенной опасности. Но иногда на дороге происходит то, что вызывает искреннюю улыбку. Так в одном из городов Норвегии появился необычный пешеходный переход. Переходить по нему улицу рекомендуется исключительно дурацкой походкой, о чем свидетельствует специальный дорожный знак. Остается только позавидовать изобретательности и таланту местных жителей. Уступать дорогу таким пешеходам – одно удовольствие. Пока одни переходят улицу, другие смеются до слез. Это фантастика. Также повезло жителям Мехико. Здесь пешеходов и водителей развлекает местный полицейский. Пока люди переходят улицу, страж порядка исполняет зажигательный латинский танец. А эти кадры были сняты на улицах российских городов. Водители умилялись в воспитанности бездомных собак. Четвероногие участники дорожного движения иногда лучше людей знают и соблюдают правила. Субтитры создавал DimaTorzok В следующем видеоролике свои таланты продемонстрировала уже не городская, а сельская собака. Мобильному репортеру из Аскизского района удалось снять пса-строителя. По всей видимости, сторожевого пса не устраивала его деревянная будка. Собака решила построить себе жилище из кирпича. Пошла будку строить. Раствор. Подайте раствор. В течение нескольких минут четвероногий строитель играл со своим стройматериалом. Затем, поняв, что с одного кирпича будку не построишь, решил его сгрызть. А в следующем видеоролике собаки выступают в роли няньки. Оказывается, домашние питомцы способны не только развлекать и охранять малышей, но и научить их полезным вещам. Весьма сообразительному представителю породы Джек Расселтерьер понадобилось всего несколько секунд, чтобы понять, в чем трудность его молодой хозяйки. Видя, что малышка не умеет ползать, собака мастерски продемонстрировала, как это делается. Ребенку осталось только повторять. А здесь пес обучает малыша прыжкам, что характерно, ребенок не только смеется, но и повторяет за собакой. И, как всегда, в конце выпуска наша рубрика «Дети». Сегодня подборка видеороликов о непреодолимом желании малышей быть чистыми. Герой следующего репортажа решил принять ванну в раковине, на кухне. С ловкостью скалолаза он забрался по кухонному шкафу в мойку и включил воду. А эти малыши решили стать чистыми прямо на улице, искупавшись в фонтане возле спорткомплекса «Абакан». А здесь, скорее всего, наоборот. Девочка категорически не хотела купаться, и папе пришлось приложить немало усилий, чтобы поймать ребенка. На этом пока все. Мы ждем ваши видеоматериалы на нашей электронной почте и нашем сайте. Пожалуйста, не забывайте оставлять свои контакты. Кроме того, мы есть во всех популярных социальных сетях. Смотрите мобильный репортер «Хакасия» на канале «Россия-24» по субботам в 19.30. С вами был Константин Кравцов. Увидимся!